Центральное управление Ростехнадзора в криминальных сводках. Региональным следственным комитетом возбуждено 4 уголовных дела в отношении организаторов и членов межрегиональной преступной группы, состоящей из сотрудников Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Предъявлено обвинение в получении взятки организованной группы лиц, дачи взятки и коммерческом подкупе. Следствием установлено, что в 2013 году руководитель отделов Ростехнадзора по Ивановской области Владимир Ивченко из числа своих подчиненных и руководителей аффилированных коммерческих структур организовал преступную группу. Схема заключалась в следующем. Организации, которые обращались в Ростехнадзор за лицензией, получали отказ по формальным причинам. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо было получить платную услугу в подконтрольных Ростехнадзору фирмах. Большая часть вырученных денег передавалась в качестве взяток Ивченко. Остальные средства делили между другими участниками сговора. В преступную схему было вовлечено более 10 человек. Общий объем взяток пока неизвестен. 11 октября 2015 года в Иванове при получении от директора ООО «Промэнергоэкспертизы» взятки в размере 155 тысяч рублей был задержан начальник межрегионального отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами Центрального управления Ростехнадзора Николай Мишанин. В ходе обысков у него изъяли 1 миллион рублей. У директора «Промэнергоэкспертиза» изъято около 3,5 миллионов рублей, порядка 95 тысяч долларов и 28 тысяч евро. В отношении взятка дателя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Глава группировки Ивченко был задержан в воскресенье в Москве в своем рабочем кабинете. В 2014-м он поднялся по карьерной лестнице и уехал работать в столицу. А вот дело его в городе Невест процветало. У Ивченко изъято 7 миллионов рублей и автомобиль «Лексус». Сейчас фигурант находится в Иванове.